Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня суббота, 2 января. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Луки, глава 13 стихи с 18 по 29. По традиции отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. Речи Господь, притчу сию, кому подобно ей Царствие Божие, и кому подоблю ей, подобно ей зерну-горушну, ежеприем человек верже вертоград свой, и возрасте, и бы из древа велие, и птицы небесные, вселишеся в ветвие Его. По керече, кому подоблю Царствие Божие, подобно ей сквасу, ежеприемше жена, скрыв са тех триех муки, дон дежевски севсе, и прохождаше сквозь грады и веси, луча и шествие творя во Иерусалим. Рече женики Ему, Господи, аще мало есть спасающихся, Он же рече к ним, подвязайтесь в нити сквозь тесные врата, Яко мнозе, глаголе вам, взыщут в нити и не возмогут. От нели же восстанет дома владыка и затворит двери, и начните в ней стояти и ударяти в двери глаголюще. Господи, Господи, отверзи нам, и, отвечав, речет вам, не ве вас, откуду исте, тогда начните глаголати, я духом пред тобою и пихом, и на распутьях наших учил исти. И речет глаголю вам, не ве вас, откуду исте, поступите от меня, вседелатели неправды, Ту будет плач и скрежет зубом, Игда узрите Авраама, и Исаака, и Иакова, И вся пророки во Царствие Божие, Вас же изгонимых вон, И приинут от восток и запад, И севера, и юга, И возлягут в Царствие Божие. Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот отрывок в русском синодальном переводе. Он же сказал, «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвизайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы!» «Отойдите от меня, все делатели неправды!» «Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон! И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божием!» В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, Господь приводит два ярких образа «Царствие Божие» в притчах о горчичном зерне и закваске. На востоке размер горчичного дерева может достигать двух-двух с половиной метров, хотя зерно его так мало, что у евреев была даже поговорка «мал, как горчичное семечко». Притча повествует о том, что горчичное зерно, посаженное человеком, выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Смысл притчи в том, что хотя начало Царствия Божия по-видимому неприметно, но сила, скрытая в нем, побеждает все препятствия и способна преобразовать его в Царство Великое и Всемирное. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, сей притчей Господь хотел показать образ распространения евангельской проповеди. Хотя ученики его были бессильнее всех, всех более уничиженные, но поскольку в них была заключена великая сокровенная сила, то проповедь распространилась на всю Вселенную. Церковь Христова, малая в начале, распространилась так на земле, что множество народов, как птицы небесные в ветвях горчичного дерева, укрываются под ее сенью. Точно так же бывает и в душе каждого человека. Веяние благодати Божией, едва приметное поначалу, все более и более охватывает душу, которая становится постепенно вместилищем различных добродетелей. Точно такой же смысл имеет и притча о закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все. Необходимо отметить, что три меры муки составляли примерно 40 килограмм. Сама же закваска представляла очень незначительную долю теста, но она полностью меняла его свойства. Точно так же сила божественной благодати действует в душе каждого христианина, невидимо распространяясь на все свойства его души, освящая их и преображая. По дороге же, когда Господь направлялся из Галилея к Иерусалиму, некто задал ему вопрос «Господи, неужели мало спасающихся?» Очевидно, вопрошавший поставил такой вопрос, имея в виду строгость некоторых требований Христа для желающих войти в Царство Божие. Господь отвечает на этот вопрос так «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут». В переводе с греческого языка слово «подвязайтесь» означает «агония», сильная борьба. То есть здесь говорится о сильном напряжении, которое потребуется для вхождения в славное Царство Божие. Архиепископ Аверкий Таушев отмечает, «Смысл образа в том, что для иудеев того времени вход в Царство Мессии являлся действительно тесным входом через покаяние и самоотвержение, к чему, благодаря распространяемым фарисеями предрассудкам, они были малоспособны. Говоря о времени суда над каждым человеком после второго его пришествия, Господь подчеркивает, что после смерти уже не будет покаяния. Отвергнутые осознают свои грехи и станут напоминать Господу, что они были некогда внешними последователями Христово учения, но так как они не были истинными христианами, Господь скажет, «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». Таким образом, дорогие братья и сестры, из всех дверей, открывающих путь ко Господу, только одна совершенно надежна — это православная вера. Но дверь эта узкая, и чтобы пройти через нее, требуются усилия и подвиг. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господа! Благослови, Господа! Благослови, Господа! Благослови, Господа! Благослови, Господа! Благослови, Господа!